Воскресе 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 Отцы, братья, сестры Как мы и договаривались, попробую продолжить наш диалог Который у нас уже начался, состоялся Сегодня хотелось бы перейти от общего обсуждения Позиции, в общем-то, ясны Они прояснились Мы на прошлой встрече обсудили некоторые из них Сейчас еще раз вернемся вот к тому списку Какие были переведены В тот раз вами Это вопросы к созданию рабочей группы Я попытаюсь ответить на эти, я отвечу на эти вопросы И посмотрим тогда, может быть, в какой практической стороне исполнения этих вопросов мы можем перейти В чем может заключаться это взаимодействие Я думаю, что не будем нас сегодня затягивать В принципе, позиции определены Позиции ясны Нужно принять принципиальные решения А рабочие вопросы, они, наверное, уже тогда будем решать И в Божьей помощью Я, наверное, перейду Да, вот с этим сюда, да, с этим Если бы он прицелует На прошлой встрече вот Отец Аким передавал Вот тут вопрос номер один был Это, конечно, чья это задумка, чья это идея Но ответ на него С одной стороны нам известен Действительно, это повторение Всех вопросов, что мы Должны прийти к единству Задумка эта Ну, сложно сказать Чтобы это было Увидеть в вопросе Единения какой-то подвох Смысл один На территории Российской Федерации И должна существовать Ну, или как бы хотелось бы видеть Единую Русскую Православную Церковь Вот, и в соответствии с принятыми решениями Вот, с мая месяца Так и будет Не будет существовать Юридически Не фактически, конечно А юридически Не будет существовать Приходов Русской Зарубежной Церкви Поэтому отсюда и идея Отсюда и цели нашей встречи Для того, чтобы достичь этого единства Относительно высказанных замечаний Или претензий Обвинений Московской Патриархии Тут вот как-то препятствие повсеместно Благовестию через СМИ, милицию Клеветы, уничтожение наших 38 книг И Евангелий И Евангелий На травливание людей Обвинения В секте Ереси и прочих грехах Мы на прошлой встрече Эти вопросы обсуждали Мне видится, что Нет смысла возвращаться К этим вопросам Потому что и на прошлой встрече Мы уже пришли к выводу Что надо Устранить эти разногласия И после этого Уже постараться не вспоминать О том Или там о тех ошибках Причем я подчеркну О взаимных ошибках И взаимных Вопросах недоверия Были поводы Наверное Недоверия С вашей стороны Достаточно В количестве У нас было О недоверии К вам Но это является Наша встреча И является Основанием Для разбора Для устранения Этих недоразумений С кем же нас зовут Объединяться Вы спрашиваете Тут, наверное, ответ очевиден С кем Объединяться И вы ниже Сами Отвечаете На этот вопрос Объединяться Вы пишите Нужно со Христом Но Господь основал церковь И не призвал Каждого Объединиться С ним А сказал О создании Церкви Созижду церковь мою И врата ада Не одолеют ее Соответственно Никто из нас Не может Отрицать Что Необходимо Здесь На земле Церковь От церковь А мы и объединены Здесь Церковь Через единое Через единую чашу Актом О каноническом общении Бусы даже не предусматривал Создание Папства И всех Под один куколь Ну Думаю Что это Скажем так Не соответствует Действительности Безусловно О создании Папства Речи не идет У нас Есть Патриарх Московский Северуси Не буду Вдаваться В комментарии Что подразумевается Под Папством Не знаю Вам наверное Это понятно Нам не совсем Вот Относительно Противодействия Благовестию Где это Звучит Мы это тоже Обсуждали В прошлый раз И говорили Причины Или как бы Говорили Условия При которых Не только Противодействия Невозможно Не будет Но и более того Это может стать Взаимным Участием Совместным Таким Участием В благовестии Вашим Поспешным Выпишите Поспешное решение Правителей Привело К возникновению 13 непримиримых Юридикций В православии Русском Враг Всегда С этого Начинал Вернее Он всегда Разделение Разделяя власть Известно Практически От сотворения Мира Ничего Нового Здесь Не звучит Ну а остальные Ваши предложения По поводу Встреч Участников Сколько человек Может участвовать Ну мы считаем Совершенно Увидимым Где вы говорите Там О встрече Там 10-12 человек Каждая там Запись Ну Пожалуйста Мы готовы Не Не Разбраняем Это Это Мы считаем Это Не Не Принципиальным Вопросом В данный момент Мы готовы Место Проведения Тоже Мы определились В прошлый раз Мы были в гостях У вас Сегодня Рады видеть У нас На пасхальной Седнице Что Хотелось бы Сегодня услышать От вас Первый этап Получим ли Вами Ответ На Направленное Ваше Обращение К Своему Архипастырю Вот И С момента Наши Последние Встречи Произошли ли Какие-то Обсуждения У вас Хотели бы От вас Услышать Изменились Ваши Какие-то Позиции Взгляды Удалось Ли нам Ответить На ваши Вопросы Безусловно Ну И Действительно Все же Услышать Такой Конкретный Ответ Причем Мы Готовы Услышать Любой Ответ В том Плане Ни к чему Вас Так сказать Не принуждаем Кроме Вашей Воли Но Все же Хотели бы Услышать И если Нет Вы Считаете Невозможным Это Тогда Мы Хотели Услышать Конкретные Причины В чем Ибо О 55 Правиле Мы В прошлый раз Тоже Достаточно Много Поговорили По которому Апостольскому Правилу По которому Запрещение Ваши опасения Да Действительно Мы Понимаем Это Действительно Так И есть Наверное Легче Поссориться Чем Повиняться Поэтому Тем более Когда Высказывались Какие-то Скажем так Недоброжелательные Были высказывания Истории С другой стороны Конечно Существует Это Недоверие Но Еще раз Повторю Это Нужно Преодолевать Мы Готовы Исти Навстречу И Учитывать Ваши Суждения Учитывать Ваше Мнение Но Диалог Он Тогда Становится Диалогом Когда Эти Шаги Они Обоюдные Вопрос Или Желание Объединения Не Говорит О том Что Мы Все время Шаги Должны Делать Все время Мы Процесс Должен Быть Двухсторонний Если Это Все время С нашей Стороны Мы С этим Согласны Мы С этим Согласны Это Уже Немножко Напоминает Другую Ситуацию У нас Не Стоит Задача Заполучить Простите За такой Немножко Жаргон Не стоит Задача Заполучить Вашу Общину Любой Ценот Конечно Нет Мы Обещать Вам Все Что Угодно Конечно Нет Мы Угодно Здесь Русской Православной Церкви Московского Патриархата Оно Должно Быть На тех Условиях Которые Существуют Для всех Общений Есть Вопросы В служебных Текстах Это Да Это Все Обсуждаем Мы Об этом Проговаривали Мы Об этом Говорили Поэтому Вот Вкратце Что мне Хотелось Сказать Что Добавите Потому Что Отцы Что Добавили Добавите Что Добавите Все Сказано Вопросы В прошлой Беседе У нас Прошла Даже После Того Когда После Беседы Уже Посмотрели Поставление Оказалось Что Во время Беседы Время Не ограничивали Никому Кто Свободу И Что Вы Думаете Оказалось Что С вашей Стороны Отцы 48 Было Минут А С нашей 49 Консенс Я Говорю Одна минута Хозяин Мы Не подумали Да Ты Никто Не считал Время Говорили Оказалось Так Что Беседа Прошла Ну Вот Сергей Сказал Что Старое Надо Вроде бы Забыть А новое Это так Если что Мы хотим Исправить То старое Забывать Не надо Нужно Его Исправлять Старое Если что-то Есть такое Его исправить Только тогда Может что-то Будет Строить Новое А если Он так Оставит Оно Дальше Будет И гнить И гнить И гнить Это То есть Те Вопросы Мы Которые Говорили Где Были Нужно Все Как-то Было Пригласить Даже Тех Священнослужителей С которыми Лично Я Допустим Встречался Которые Так Это Не И В личной Беседе Побеседовать Потому что Это Оно Не ушло Никуда Я Вчера Звоню В Коробейникова Поздравить Просто Потребиться С Пасхой Человек Одного И спрашиваю А ты Молишься За меня Она Говорит Только Дома А я Всего Записал О вас А батюшка Вычерпнул Сказал Вычерпни А не Раскольники Нельзя Молиться За Ахима Так Теперь Я Напишу Я говорю Да Конечно Впиши Если Скажешь Что Скажи Тогда Ты Прямо Скажи Что Архиерей Сказал Вписать Это Я прошу Прощения Сразу По Конкретному Факту Это Она Когда-то Вычерпнул Он Или Уже После Нет Нет Вперед Ну Так Она Еще Не Вычерпни Теперь Ты Запиши Меня Теперь Я Был С Явно Молилась За Меня Значит Так Ну Это Так Это То есть Манение Это Еще Многие Это Надо Тоже Над этим Начать Поработать Теперь Относительно Благовестия Я В прошлый раз Говорил Что Я В общем-то Я не Благовестник Тоже Особо Нет Большим Благовестием Занимается Мой Брат У него В этом Опыт Очень Богатый В течение Несколько Десятилетий Он этим Занимается Да Вот От обращения 40 тысяч Благовестия Среди Сектантов Которые Многие Есть Обращенные Не один Десяток Православия Из которых Многие Сегодня Священнослужители И не рядовые Скажем Священнослужители Есть Такие Вот Поэтому Опыт Очень Большой У него В деле Благовестия Вот Поэтому Я Попрошу Чтобы он Поделился Этим Сказал Относительно Книг В прошлый раз То что Какие были Изданы Книги Что Нужно Подвергнуть Цензуре Так Хотя Некоторые Батюшки Говорят Я Значит Книги Лапкина Там Не произною А ты Читал Нет Не читал Это Как Было Знаете Когда Солженицына Судили Это Там Все Выступает Я Солженицына Не читала Но Я Его Значит Осуждаю А теперь Я его Не читала Но Осуждаю Солженицына Ну а Теперь Солженицына Книги В школе Преподают Выбрали Что Или Его Произведения Преподают В школе Хотя За это Было Когда Судили Это Было Ему Вобъединение Распорсения Архипелага Гулава Вот Поэтому И здесь Если Есть Какие-то Конкретные В этом Кто-то Нашел Что Еретические Высказывания В этой Церкви Это Просто Сегодня Как Говорите Есть Церковный Суд Просто Можно Вызвать На суд Автора Этого А то Часто Мне бывает А ты Вот Отец Саким У тебя Есть Автор Пожалуйста Автора Вызывайте И На суд Если Что-то Есть Еретическое Применить Можно Каноны К этому Если Есть Без Суда Это Не Делается Значит И Здесь Это Нужно С этим А не Просто Так Чтобы Кому-то Не Понравилось Какой-то Комментарий И Все Раз Мне Не Понравилось Это Ересь Так Не Годится Вот Ну И Относительно Благовестия Мы Здесь Составили Такой Лан В прошлый раз Говорили Что Можно Совместно Можно Совместно Даже Это Делать Опыт Есть Накопленный Какой Опыт Ну Я Скажу Что Я В общем-то Не Встречал Еще Ни Одного Священника Батюшка Батюшка Или Там Епископ У которого Есть Опыт Благовестия Среди Населения Нет Таких Обычно Батюшки Чем Больше Задавлены Службой И требованы Некогда Этим заниматься Благовестием Батюшки И Епископу Тоже Епископ Ну что Приехал На приход Я знаю Ни одного Перелил Епископа Приехал На приход Отслужил Сказал Пропой Все Общение Такого Как В Деянии Апостола Считаем Апостола Павла Что Когда Провожали Апостола Павла Падали Ему На шею Целовали Сегодня Такого Общения У Прихожан Со Своим Епископом Нет А это Очень Сказывается На Церковном Многополучии Очень Отрицательно То есть Оторванное Священие Как бы Самый по себе Мы А прихожане Самый по себе Есть Отдельно Маленькие Грубки А остальное Это Ну Так Мы Должны Это Уже Признать Сегодня Это Везде Бьют Под тревогу Даже Патриарх Об этом Говорил Что Надо Выходить Папа На перекрестке Дорог Проповедовать То есть Благовестием Должны Мы Мы Идти Мир Вот Я Вам Потом Дам Краткий План Благовестия Вы Можете Обсудить Как Что-то Добавить Своё Там Совместно Это Сделать Ну Вот Против Того Чтобы Вы Сказали Что Не Должно Быть Зарубежных Приходов На Территорию России Ну Что Сказать С этим Их Не Уменьшилось Сегодня Стало Больше Мы Остались В последнем Приходе Которые Стоим До Конца И Мы Не Хотим Чтобы Куда-то Уйти Хотя Об этом Сегодня Нет Никакого Затруднения Мне Уже Все Звонят Которые Бывшие А ты Отец И Что-то Я Говорю Нет Мы Стоим Здесь Я Никогда Не Был Против Безблагодатности Московской Допустим Про Патриархию У нас Такие Были Московской Патриархии Безблагодатной И все Там Батюшки Были Я говорю Ты Скажи Час День Минута Когда Благодать Не Стало Ты Где Там Был Рукоположен Когда Тебе Рукополагали Была Благодать А Сегодня Не Стало Покажи Даже С одним Был Такой Случай Что Батюшка Наступает Что Нет Благодати И все А ты Считаешь Что Мир Истекает Когда От икон Это Благодать Или Неблагодать Да Ты Не Сомневаешь В этом Что Нет Я Говорю У Отца Амросия Юрасова Я Читал У него 15 Тысяч Иконок Мироточило Это Было В те Годы Лет Десять Назад У тебя Говорю Хоть Одна Иконка Мироточит Нет Ни Одной Благодати Флягу Набрать А он Архимадрид Московской Патриархии А ты Зарубежный У тебя Ни одной Капли Нет Благодати Ну Да Это Я То То есть Было Так Мы Никогда Этого Нет Но Мы Так Сложились Видите И Поэтому Мы Не можем Сегодня Оставить Благовестие Которое Мы Направим Мы Даже Все Полагаем Сегодня На Это Потому Что Видим Что Ну Что Православное Да Православное Но Православное Только По названию По жизни Это Кривославное Большинстве Это Получается И Что Как Сегодня Уже Скажем Что Такое Как Почтение Раньше Было К Священнослужителям Потеряно Мы Этого И Заслуживаем Этого Если Я Раньше Ехал В семинарию Когда На Сессию Я Ехал В костюме Но Я Только Сел Чай Пить Перекрестился Вы Наверное Боговерующие Вы Наверное Церковные И Пока Я До Москвы Двое Суток Мне Поспать Некогда Люди Подходят С вопросами Кто-то Задут Вопросы А Можно С вами Один На Один Побесед Поисповедоваться Сегодня Еду В форуме Вот так Вы Знаете Может Подойти Пьяная Баба И Что-нибудь Сказать Попросить Десятку Все А Почему Это Катастрофа Отцы Понимаете Что А то Что Много Приходит Сегодня К нам В церкви И много Продаем Свечей Это Ничего Ни о чем Не говорит Это Говорит Только Люди Идут Туда Что Как Говорится Греховности Свою Как Откупиться От Греховности Своей Вот Что Это Такое То То Мы Серьезно Должны Об этом Знать Не то Что Отмахнуться От Этого И все Оно Год Еще Два А дальше Все Хуже И хуже Ведь будет Еще Хуже Будет Поэтому Сигнанты Не спят Идут Из дома В дом Проповедуют Мусульманство Наступает На нас Очень усиленно Наступает Сегодня Поэтому Об этом Мы Очень должны Хорошо Подумать Поэтому О благовестии То что О книгах Я В силу Сказать Брата Игнатия Конечно Да Пожалуйста Буквально Одну Минутку Я Подойдем Одну Секундочку Относительно Твоей фразы Что Я сказал Что Не забыть Забыть Не в том Плане Что Забыть Опыт А просто Знаете Я думаю Что Вы Сами Понимаете Что Когда Существует Взаимная Обида Кто То Должен Сделать В какой-то Момент Перешагнуть Через Это У каждой Стороны Найдется Что Сказать И Предвидеть Безусловно Этот опыт Он не пройдет И это Останется Но если Мы Какой-то Вот не Переступим На следующую Ступеньку Мы Бесконечно Будем Говорить Друг Другу А вы А вы А вот У вас А вы Вот так Вот сказали А вы Вот так Вот сказали Кто-то Может И даже Здесь Присутствующие Положа На руку На сердце Сказать Что Не допускали Мы никогда Высказываний Которые Ну Мягко говоря Были Некорректны По отношению То ли С нашей Стороны Ваш Адрес То ли С вашей Стороны В наш Адрес Разве Можем Мы так Скать Конечно Нет И вот Если Мы Вот это Не сможем Переступить То Мы будем Беседовать Да Мы будем Улыбаться Друг другу Но каждый Будет держать Камень За пазухой Вот о чем В каком смысле Я хотел сказать Здесь дело Не в обиде Отец Сергей Не в обиде Никакая обида У меня допустим Там я говорю Отец Александр Липовцев Что Я бы Несколько раз Официально Писываю бумагу Приглашаю Приезжай ко мне В гости Приглашаю Ну давай Я к тебе приеду Нет Ко мне не приезжай Обиды У меня нет Никакой обиды Я не про это Сблизимся Две общины Будет у нас как одна Вы будете к нам в гости Мы к вам Поменяемся опытом У вас опыт какой-то У нас есть опыт Куда Забро Приехали Ну ладно Когда избирали патриарха Тихона То бросали жребий И против этого Никто не восстал Ни разу Мне очень хорошо Вся литература известна Того времени Избрали человека Совершенно слепого Затворника Чего он знает Но положились На Бога Он никому не склонен Ни с кем не встречался Я в некоторой степени Подобно этому С химико Алексеев Сейчас О чем вы говорите Я не слышу Поэтому У меня никакой Предвзятости К вашим словам По крайней мере здесь У меня стабильно Выверенная программа О чем я хотел сказать Сейчас скажу Может быть Мне больше Перед этим собранием Мне придется говорить Попрошу Великодушно выслушать Как один такой человек Однажды так и сказал В Деяльях апостолов 26 глава Почитаю себя счастливым Что сегодня могу защищаться Перед тобой во всем В чем обвинять меня иудеи Даже Павел считал себя счастливым Мне этого счастья не дали Не дали Речь идет сегодня Не столько об общине Сколько обо мне И о книгах Потому что община Она оказалась не без меня Ну то есть Бог это сделал Но через вот такой сосуд И поэтому удары Которые идут на меня Они идут все мимо Я их не принимаю Вот что мы хотели бы Сегодня конкретно сказать Мы желаем единения Но желаем единения Только во Христе И значит вопрос стоит То что мы говорили Понимали Во Христе это или не во Христе Вот с этой позиции Я хочу рассмотреть Если с этим мы соглашаемся Нас уже ничто не разделяет Мы уже обнимаемся Целуемся Идем вместе Друг друга защищаем Друг друга покупаем из плена Мы братья И у нас один отец Не Яков А Всевышний Который даровал нам Эту свободу во Христе Евангелие от Гуки 17 глава 3 стих Наблюдайте за собою Если же согрешит против тебя Брат твой Выговори ему Если покаяться Прости Вот другого нет Перевернуть Начать с новой страницы Заводим другое Перейдем на другой этаж Это не от Бога От Бога Вот прямая инструкция дается Он согрешил А ты имеешь право ему сказать А он не покаялся Второй этап Двух-трех возьми А если не покаялся Третий этап Только три этапа Всему собранию Он знает А тогда Как мы-то оригрешных Ну что ты С соглашенными выходи Ну и все остальное вытекает Поэтому мы обязаны Просто Согласно этого Слова Божия Высказать Все претензии И обиды Обиды Это перед Богом Почему? Зри на мою обиду Мы же в Божьей Матери молимся Не стыдимся этих слов На мою печать А где на обиды? Обиды конкретному человеку Он может покаяться Почему будут обижаться На Сталина На Горбачева Когда их нет уже Моя задача Поговорить с тем Кто рядом С епископом С вами У меня почти каждому Есть из вас претензии А вы ко мне скажите Вот тогда Эта камня Западуха и нет Я никогда не молчал Вы патриарх указали Письмо читаете Я ему все сказал Как вы патриарх будете отвечать? Что вы творите Епископы Рукоположенные вами? Златонус говорит За все ответит патриарх Вы никогда не считали Что Златонус говорит Большая часть священников Погибает Вот вас сейчас Здесь пять священников Минимум трое Будете в аду И не надо И думать Что по другому будет А может быть Не три А четыре будет Но я еще знаю Такое Есть настольная книга Священного служителя Капитальнейший труд По благословению Патриарха Пимина Третий дом 601 страница Посмотрите Серафим Саровский Три дня и три ночи Молится Конкретно С одной целью Он чувствовал Страшная беда Надвигается на Русь И виновны священники Епископы Архиереи Там написано И три дня и ночи Нет ответа И друг Бог заговорил Как он заговорил Не знаю В шуме ветра В шелесте листьев Или голосом Потрясающим Но он ответил Не пощежуй Не помилуй Как будто Ни одного русского Архиерея Священника Не достойно Войти в Царство Небесное А дали ответ За то Что оставили Заповеди мои И покоряются Вымызлом человеческим Это не видение Патриарху Алексею Второму От Феодосии Которое Было или не было Это конкретно Называет страницу Это написано Везде Сегодня удивление Вызывает Как могли пропустить Это Как мне сказал Один Такой маститый Протеерей Горде Надец Александр Значит Еще не все У нас Жидовскую Захватили Еще правды Глаголят Через святое Православие А до чего Сказано То что пробудились От сна Серафим Он не враг Православия Кроме того Есть такое Одно выражение Не всем Из детства Феофана Затворника Он говорил Пройдет Одно От силы Два поколения И вера Православная На усе Угастет Окончательно Здесь только два вопроса Или это был Лжепророк Потому что вера Светет Или он имел Ввиду другую веру Не эту Которую нам Посадили сегодня А эту веру Мы можем только Сверять А сверять По Слову Божию А Слово Божие На первом месте Должно стоять Написано Вникает в закон День и ночь И занимайся Сим постоянно Вот так поступай Спасешь себя И слушающих тебя Был такой Один Святой Он вышел И сказал Если слова Мои не сходятся С Библией Нелегкие мне Я ни разу Не слышал И думаю Не услышал А все эти слов За тысячу лет Никого не слышал Святой Кирилл Иссалимский Чтобы сказать это В первую очередь Надо научить Приходять в Слово Божие Чтобы они Смело могли сказать Отец Стой Как у суббочников Ку адвентистов Они сразу Его самой С капитры ставят Ты что говоришь Субботу Бог дал Закон дал Как ты можешь Против говорить У нас все Спаси Христос Батюшка Она попала Спаси Христос Батюшка Все Научение кончилось И необходимо Вникать День и ночь Это то Куда мы делим Мы поставили задачу Приблизиться к Господу Насколько это было успешно Не нам мешать Но Мы можем кое-что сказать Второе параллель Паминон 19.6 Кто может Запишите Вы творите Не суд человеческий Но суд Господа И Он с вами В деле суда Вы сейчас Что делаете Говорите Пойдете к Максиму И говорить будете Что-то не так Передадите Благо это записано Тогда хорошо А не так Вы суд Божий Творите отцы Вы все время Помните Вы служители Божьи И за каждое слово Отвещать Я перечислил Только за последнее время Что я претерпел От этих Служителей Божьих И при том Выйти Выговорить Брату нет Никакой возможности Он отравит Пасху Они кидают Собрация Вызывают милицию Вы знаете Я называю имена Даты И просил Вызвать Сударих Вы имели эту возможность И начать с нового Листака Чтобы брату Выговорили Он покаялся Но этого нет Мы приезжаем В Ребрику Батюшка Нас благословил Идите к священнику Мы так и делаем Приходим Отец Олег Он нас принял Постороженно Потом Видно что Расслабился Вышел На скамейке Сидим Хорошо Благослови Батюшка Мы поехали Через полтора недели Мы приедем И так Мы договорились С клубом Дом культуры Называют И мы сюда приедем Мы вывешиваем Сейчас объявление По селу Хорошо Низбуха Ровно За 12 уже часов В час Дня В субботу Звонок от отца От священника Вы не приезжайте Как не приезжайте Народ уведомлен Все столбы Обклеили Отец Александр Благочинный Знаете Я о ком говорю А он сказал Этого не должно быть А почему Отец Александр То есть Священники Несвободны Поэтому они Такие бесталантные Таланты Только там Где свобода Где дух Господний Там свобода Бог не может С рабами работать Бог Он уже чистый сосуд И он туда Тодавливает Вот я Говорил Слушай Тракую Вот как Самуил отвечал И когда человек Так говорит Бог избирает И начинает Его двигать А если Я пойду Владыка Благословитель Глядит Богу не нужны Эти Двоедушные люди Он по той морской Волне Ветром Поднимаем И развиваем Вот и развея Он нас по всему миру Я последнее Такого сказан Патриарха Кирилла Хочу взять Он страшные вещи Говорит Духовные Развалины Полтайская правда Печатает это Далее Священники Ничего не хотят Делать Я вам Посылаю На север Он говорит Там воздуха не хватает Да какой тебе воздух Ты монах Ты отрекся от всего Это открыто Говорит По телевидению Я думаю Не вовсановка Известна И они понимают Как Андрей Кураев Говорит Если мы этого не поняли И не обратим внимание На молодежь 60 лет Будет Не Московский Патриархат А Московский Халифат Газета Литературная Я могу Цифры Да У меня все записано Здесь И спорить Не пригодится Есть такие Очень известные Люди Как Мещеринов Отец Петр Данилов Монастыря Настоятель Любомин И он говорит Дальше Перечисляет Небольшая книжица И он говорит Чем занимаются Священники Как Конкретно Белый магизм Самое Настоящее Шамонство А вот Сделает То-то Сделает Такие молитвы Туда сделает Хадж Свой Приди Там Поплались И что-то Будет Бог Смотрит На сердце Но Здесь Я Цоверка Ничто Это Внешне Нам Не поможет Но Может Быть По-другому Отвечаю Никогда И Нигде Я Человек С нечистыми Устами Ну Вот Берез Серафим Проходит Угли Иди Проповедуй Вот Я Господи Мы Должны Выйти И Сказать Мы Ведь Ничего Нового Не Делаем Вы Реформатор Я Не Реформатор Я Желаю Вернуться К Истокам Как Царь И Зеки Как Те Которые Пробуждались Они Желали Возобновить Заново Алтарь Построить Стену Как Неемя И Восстановить Богослужение Истинную Богу Иегове А Просто Ходить И думать Что Мы Верующие И Смущально Найти Одно Слово Божие Там Под Деньгами Заваленное Когда Принесли К царю И Он Задал У Себе Одежду На Всю Страну Ни Одного Евангелия Не Было Тогда Что Сказать Это Какая Желая Вера Это Православная У нас Ящики Священные Попрокинуть Может Там Забыли Найти Второе Пароль Памон 12 7 Итак Да Будет Страх Господень На Вас Действуйте Осмотрительно Ибо Нет У Господа Бога Нашего Ни Правды Ни Соприятия Ни Сдор И Ства На Чем Все Сегодня Строится Вот Такой Человек И Сторик Харсов Левитин Шесть Сроков И Сидел Не Каждому Подавалось Витя Живым И Он Написал Страна Моя Больная Трусость Корысть Трусость И Трижды Больная Это Моя Додная Православная Церковь В этом Году 27 Января В 5 Часов Вечера Будет Ровно 50 Лет Как Я Обратился К Богу Сознательно По Евангелию И Подтверждаешь Это Так Непрерывные Поборы Непрерывные Меня Спрашивает Священник Один Сходит А ты Знаешь Что у тебя Новый Пископ Который Проезжает У него носки рваны Ничего Больше Нет Можика Было Подражать Верно Кто Отработал Ракета С чистого Листа Кто Желает Я Посмотрел По разным Источникам По Литературе Дореволюционной Всегда Предлагает Болковце Крокодил Лань Удав Кролику Тактику Сыпления Бдительности У христиан Совершенно Другое Когда Обрещаю Кого-то Я Естественно Протягиваю Ему Руку Общения И говорю Брат Обречи Меня Я Ищу Чащего Меня Я Не хочу Выйти Из этого Помещения Другим Я Должен Выйти Чище Лучше Благороднее Сирак 717 Боящийся Господа Направляет Дружбу Свою Так Чтобы Какого Он Сам Таким Делается И друг Его Вот Я Вопрос И ставлю Мы Друга Немного Знаем Я Немерующий Вопрос Задаю Вы Хотели Чтоб Я Был Как Вы Я Вам Задаю Хотели Чтоб Я Сегодня Стал Как Вы Ничем Не Отличаюсь Как Вы Все Семинаристы Ну Как Все Люди Моего Возраста А Вы Меня Спросите А Вы Хотели Чтобы Мы Стали Такие Как Ты Или Вот У Вас Я Как Я Не Хочу Быть Я Боюсь Как Чему Это Смерть Люди Ничего Не Знаю Вообще Не Знаю Момент В Один День Сейчас Почему Катастрофа В России Опрокинули Все Священников Нарило Подняли А Многие Совсем Рядом Будут Не Стрелять И Колотушками Быть И Я Усыпать Будут Все Выжигать Сами Посеяли Я Все Эти Годы Трубил Об Этому Успевайте Батюшки Успевайте Народ Упущенный Я Работаю В интернезе Знаю Какая Обсамозка Из 90 Там Работающих Рассылающих Из 100 95 Септанты Разных Толков И У всех Пышет Ненависть Лютая Православие К священникам Карикатура Нет Числа Сейчас Нападки На Патриарха Конца Нет Мы Сами Высили Это Сеющий Ветер Пожрет Бурю Я Не Ухожу От Этого Наказания Я Православный И По Неволе Я Беру На Себя Это Все Когда Мы Приходим К Людям Говорят А где Вы Были Тут Все Люди Проходили Адвентист И Говицы Почему Вы Не Работаете Потому Мы Не Работаем Что Не Родились Выше Прошлый Раз Когда Мы Говорили Батюшка Говорил Серьезные Были Обвинения Высказаны Но В такой Мягкой Форме И Они Были Пренебрежены Об Объединения Речи На Соборах Не Было Не Было Это Выдумка И Задача Себана Она Была Где-то Там Килейна Под Зеленым Сыпном То Думали Пойдут А потом Поставим Условия Подожмем И Будут Мне Сболит Полковник КГБ Ну Оконечно Объединились А Какое Протажение Ну Теперь Мы С Католиками Будем Бить Не Пятерню А Кулаком Будем Бить Да Неужели Бог Нам Дал Кулак Для Того Чтобы Бить Католиков У Католиков Много Можно Поучиться Как Мать Тараза Назвалась Живая Святая Как Иоанна Максимовича Называли Живой Святой Как Назвал Его Католический Священник Я Предлагал В самом Начале Вот Это Все Есть Это Я Сбину Попросил Встречу И Два Вопроса Жить Неположе И Облаговести По Этим Вопросам Нигде Не Коснулись Совершенно Вот Смотрите Какие Претензии Жить Неположе Сколько Таинств Это Все Нас 7 Я Даже Батюшка Мой Родной Брат Он На 5 Лет Моложе Меня Он Через Меня Пришел Бог Я Скажите Батюшка Ты Знаешь Что Таинство Нарушается В церкви Да Знают Все При том Нарушаются Не то Что Нарушаются Умышленно Извращаются Я Разговаривал Со священником Да Ты Знаешь Что Ты Неправильно Делаешь Знаю Как Ты Бога Не Боишься Ты Женей Во всех Загоняешь Так Это Мало Того Он Начинает Меня Огнать Замолчи Ты Иритик Заглох Я Не Иритик Я Испоедую Христа Во Святой Троице Единого Погружение По телению Он Показывает И так Это Троекратное Погружение Вот так Ребенка Вверх ногами Держит И поливает Не в другое Время Именно В это Время Говорит По телению Показывает И батюшка Смотрит Ну смотри Что они делают Это то Сейчас Венчание Это не церкви Нигде Венцы Сзади Видит Где Венчание Когда Посмотри Время Время Венок Наливаю На голову Когда Златову Сохвалили Он говорит Веном Больше Головой Опустился До плеч На голове Не задержался Но чтобы держать Над головой И считать Что он Человек Венчанный Кто А чтобы Не запахчивать Я говорю Батюшка А почему Не венчаете Людей Ну знаете Люди Бывают Там Потные Бывают Там Лакировка И все И таинство Может Каждой Гамель Да люди Пьянеют Откогор Наливай Квасу Или морсу И Причищай Вот ты знаешь Как к причастию Надо подходить Как готовиться Спроси Людей Как Первую Седьмую Неделю Постимся Злагоуз Говорит Почти Первую Седьмую Дочь Царя Понравится Ему А сами Пренебреги Я говорю Батюшка Какое Таинство Больше всего Нарушайся Больше Откровеннее Наглее Он Не ответил Я говорю Покаяние Исповедь Нигде Столько Лжи Нету Как здесь Раздирает Несколько Честей Благоставляет У одного Священника Одно Скажет У другого Другой Ей сказать Нельзя Священнику Умрет От ужаса Ты Дочь По мою Исповедуй Она такая Девственница Амруси Юрасов Пишет Я Гостан Исповедуй У нее Четыре Аборта А ты Матери Исповедуй Она такая Жеманная Девственница Исповедуй Так Как По хути Боровскому Шел Князь Петр И говорит Колени Подгибались От страха Но Он Святой И Святой Потому Что Больше Число Лидей В рай Был Не Потому Что Он Строги Был Но Он Знал По Другому Нельзя Усилием Берется Царствие Божие Нам Православным Легко Снать Я говорю Кирилл Урсалимский Сказал Блаженный Иероним Далее Есть Брошюра Такая О Крещении Извязала Я Игумен Игнатий Он Меня Не Знает Я Не Знаю Но На Брошюрке Вот Дам Вам Вот Это Вот Моя Визиточка Вот Вот Это Вот Фотография Она Взята Из Интернета Я Хочу Сказать Ничего Лучше Они Не Нашли Передайте Отцу Александру Вот Продаю Дальше По Благословению Патриарх Алексея Автогова И Она Продается Брошюрка И Одна Сестра Знакомая Она Подошла И Говорит Она Картинка Это Крещение Это Отец Аким Покрестит Убрать Все Брошюрки Неведенно Сжечь Вам Рассказать Где И Кто Я Назову Вам Из-за Того Что Эта Картинка Выбрана Автором Благословленным Патриархом Не знаю Картинка Благословленная Нет Под Текст Написан Что Здесь Еритического Что Священник Воду Зашел Написан И Филипп И Евнух Оба Сошли Воду Где Какая Ерития Из своей Брошюрки Изъять И Сжечь Это Уже Не Бешенство Это Полное Обезнование От Злопа И Сидор Пилосиот Святой Такой Мало Известный У нас Говорил Предвзятость Не дает Здравого Мышления А Злопа Вообще Отнимает Разум Вот Мы В этом Состоянии Можем Легко Оказаться Никакой Предвзятости Вы Знаете Здесь Есть Вот Среди вас Известный Отец Александр У меня Не были Мирными Отношения С его Отцом И Причина Одна Мы Радовали За Благовестие За Проповедь У нас Были Очень Натянутые Отношения Очень 25 лет Наверное Но Я Много Проповедовал Думаю Что в России Никто Столько Во всех Отделах Милиции Воинские Счастья Везде И Вот Сталин На него Всякую Клевету Говорит Говорит Нехороший Просто Против Седьмой Замоведи Я Столько Имел Встреч Я Встал В течение Примерно Двух Ниел Я Все Разметал Нигде Не Осталось И в печати Везде Все Ложь Сто Процентная Ложь И Когда Он Узнал Отец Николая Как Он Благодарил И Николая Он же Ваш Враг Не Враг Он Мне Никак Это Друг Мой Я За Его Душу Борюсь Не Бало Этого И Легко Доказать Я Двух Ложецов Представил И Конкретно Что делает Священник В Реприхе Он Называет Милицию У него Связи Он Представляет Свидетелей Его У них Только что Публикация В Горном Алтае Там Суд Идет Мы Приезжают Все Закрыто Милиция Но Ладно Там Оказался Олег Казаков Редактор С ним Знакомый Кто приехал С нам Фермер Долгов Женя Позвонил Сразу Они Зарегистрированы На Молтайском Краевом Могилю Православную Вы Зачем Неправду Говорите Написали А кто же Ставил Священника Первым Секретарем КПСС По Геологии Кого Пускать Не Пускать А газеты Знали Туда То есть Они Против Себя Пошли Он Знал Неправду Знал Теперь Ну Не надо Это Единичный Случай Единичный Мы Приезжаем В Павловск 20 тысяч Населения Священник Гоняется За нами Вызывает Я приезжаю Милиция Все Засняли Они хотели Сказать Не снимайте Они сажу Легшим Не снимали Мы Все Засняли Я говорю Ребята У вас Хорошая Доплата Вам Что Лишнее Записали Показали Документы Да Нет Ну Ничего И он За Священником А что Теперь Дальше Это Ничего Он Оболгал Вас Мы Православные Мы Недалеко Напротив Нового Строя И Заканчивая В каждом 56 Сел Мы Завим Только В храмы Православия Московской Патриархии Только Ни одного Исключения Не было И вот Мы Предлагаем Совместное Благовесие Как Рассмотрите У нас Такой опыт Которого Не облилось Сектанта Нет Мы Живем День и Ночь Мы Почти Сто Процентом Жертвуем Все Абсолютно Дело Благовесие По Другому Не возродятся Души Был бы Сектант Я бы 56 Община Прищищался Рядом Сестра И говорит А может Я к вам Пойду Передя Семен Идете Подойдите Ему Спросите А он Меня Прищищал А он Не слышит Что я Сзади Идем Такой Был Грузный Батюшка 153 Килограмма Веса При росте 168 Ах Так Игнать Да нельзя Это Еретик Он Меня Прищищал Я У него Ремонтирую Дом Достаю Ему Все И Ни Провалился Здесь А где Холковск Только Отошли От храма Я говорю Ты благослови Что мы Занимались На дому Занимались Это Внутреннее Внутри Приезжаем Корабей И по Отец Равнам Знаете Перед этим Батюшка Встречался Три Иванкиля Нашли На все Село Мы Везде Спрашивали Вот Это Наша Сестра Вот Не Нашел Дюро Спрашивает Духовная Литература Есть Входите Входите Какая Есть Пять тысяч Загадок Сонники Разные Волшебства И прочее Она вытаскивает Это Ценая Духовная Литература Я говорю Евангелие А Евангелие Зачем Я думала Что это У вас Поминание Что нужно Одесс Роман Скажет То есть Он Подмял Это Идол Самый Натуральный Идол Это Говорит Василий Великий Если Священник Не Учит Он Как Идол Позлащен И так же Паки Безгласен Так что Смотри Крест Может Блестеть А Вышачий Не Блестит Думай Об этом Исаия 5 Горе Тем Которое Зло Называет Добром И Добро Злом Тьму Посчитает Светом И Свет Тьмою Горько Посчитает Сладким А Сладкое Горьким Нас Это Прямо Касается И Вот Только Я То Все Записал На Видик И Подарил Вот Сидит Ваш Секретарь И Сказал Если Можно Пожалуйста Вызовите Смещение Как Мне Хочется Ну Открыто Поговорить И Сказать Отц Ну Рубишь Голов Нас Это Невинно Вы Не Православны Это Все Записано Мы Считали Ваши Книги Ну Назови Где Ты Читал Он Ничего Не Можен Он Не Читал Нас И Читал Заголовок Там Мне Нашей Головей Досталось Считать Горнулись И Сказали Это Настольные Книги Для Священнослужителей Как Архиерея Говорит Это Настольные Книги Стали Теперь Книги Посланные Телевизор Видели У Путина У Медведева И У Патриарха И Священник Выходит В село Завьялово Отец Александр Ну Как Братья Сестры Тепло Сегодня У нас Тепло А почему У нас Тепло Храм Потому Что Мне Игнатий Дал Книги Евангелия И Жег Они Похваляются Слышите Это Серьги Они Кощунствуют Это Новый Завет Изданный Впервые Восемь Параметров Лучше Всех Самых Лучших Полкованием Блаженного Эпилакта Но Там 297 Моих Комментариев О положении В церкви О том Как Непрерывно Я Не толкую А усилию Как бы Привожу К сегодняшнему Дню Слова Эпилакта Он Непрерывно Говорит О проповеди Непрерывно Проповедь Всех И только Священников А я И сжег Каменный Обиль Священники Выпевают Наисповед Батюшку Исповедуют Бабушку Ну Вы знаете Гордиенко Слышали Такого Бывшего Коммуниста А вот Узнали Такой Батюшке Татьяна Татьяна Да у тебя Еще Евангелие Тебе Игнатий Дал Да не Игнатий А Павел Ермоленко Принеси Принеси Прищищать Не буду Это самая страшная Игра Причищать С тем Батюшки Играет Я не Прищищу И ты Вод Пойдешь Как сейчас Она Водит Она Вся Пухла Вода Не отходит Татьяна А там Священник Не буду Прищищать Пока не Покаешь Что приняло Крещение Ему Надо Сломить Ее И чем Закончилось А тем Закончилось Что Все Отнято И когда К этому Священнику Я подхожу И спрашиваю Батюшка Так ли было А только Вчера Собирался К нам Ехать Американские Шпионы С подпоясками С какими-то С бородами Дома Малешенов И тут же Сестра Нашего Брата Там же Ходит И батюшка Да не так же Все Ну вот Показывай Ничего Не слышит Я знаю Почему Это Знаю Я называю Вам Даты Места Выгоняете Игнатий Только уезжайте Игнатий Тихоныч Только уезжайте Отец Роман Теперь Кеменцев Единственное Где нам повезло В Шолоболике Батюшка болел Болела Его не было Но из всех Священников Еще один Александр Вышел Который Нас Вышел Проводил Объял Благословил Я боюсь Его называть Сожрут Его Попы Его слопают И не подавятся Почему Потому что Он будет мешать Если Вы четко Забудите И его не будет Я Вам скажу Обратите на него Внимание Сказать Он Благочинный Село Родина Романов Романов Прекрасный Батюшка Вышел Он сказал А почему Мне не сказали Батюшка Мы говорим Ничего кроме Препятствий Нет Да я бы Раньше пригласил Накормил Понимаете Нам ничего не надо Мы благословились И в душе Все еще Вы когда были Поклонились Таму престолу А я по сегодняшний Время рассказывает Я видел Как люди любят Богослужения Любят алтарь Любят святость Дальше Говорят о неуничтожении книг Нужен где-то Суд Пожалуйста Я готов Предстать на суд И буду посчитать Себя счастливым Все-таки Книге первое вышло Ровно 10 лет За 10 лет Можно было Мой адрес На первой странице На последнее Телефоны Но еще Никто Нигде Ни разу Не заикнулся Да как это можно было По любой программе Проводите меня Но согласно Слову Божию А единственное Псалом 132 Первый Второй стих Как хорошо И как приятно Жить братьям вместе Ибо так Заповедовал Господь Там Благословение И жизнь на веке Там где братья Любят во Христе Друг друга Не просто мы любим Люди мира Тоже любят друг друга А во Христе Что Он спасенный Что Он намыт Кровью Христовой Что Он жизнь посвятил Для Христа Мы сделали Примером Довсея Ахаи Павел говорит Так ли Ефесянам 4.3 Стараясь сохранить Единство Духа В Союзе Мира Ни под одной Эгидой Ни под одной Длани Епархии Этого нигде нет Я немножко скажу О этих словах Которые сегодня Самые трухлявые Негодные слова Это сегодня Окормлять Воцерковляться Каноническая территория Это слова Злодейские Убивающие Рождение Свыше Люди понимают Помаленьку хожу Привыкаю Знаю через какое Прещу Свящу Подавать Вот Оцерковляться Нет Эти слова Откуда вы их берете Это новые слова Слово Окормлять По слову Рожекова Только один Смысл Это отравлять Ничего больше нет Кто вас А сказал бы Я прихожу Вам С телом Христовым Все Окормляет Тюрьму Окормляет Армию Всех блудников Соберут Всех Столько С причастием Игры Азаталуц Говорит Тело Мое Лучше Отдам На сиденья Псам Чем не достойно Прещищаюсь Смех Тело Христово Я однажды Это услышал Я поставил Себе задачу Выполнить Слово Божье Живо И действенно А то у меня Эпитроф На стене Висит Живо Оно сегодня Сказано Мне Вечно Сказано Поэтому Я разговариваю Пишу письмо Патриарку Пимену Алексею Мне раз писал Ну Писать Как в вашей Пархии Это как Мертвое болото Как будто Там муляш Никого нет Никогда не отвечают Вообще В прокуратуру Я обращался 32 раза 32 объяснения К краевой администрации Я обращался 48 раз 48 ответов Пришло Патриархию Написал И сюда Примерно 50 Не одного ответа И я понял Что никого там нет А если есть То люди Жестокие Жестокосердные Никого не любят Я не враг Вы знаете В прошлый раз Когда были Я говорил Я не мог Подать приглашение Архиерею Меня дальше Не пускают Там задерживают Я говорю Передать Мне не надо А бумаги Только в четверг Или следу принимают Я говорю Я только в КГБ Сейчас пригласил Прокуратуре Судеб Везде приняли Вы кто такие Бог же будет Вытрихать вас Вытрихать Говорят И в поражах Держать Эфессианам 4.13 Доколе все Придем в единство Веры И познание Сына Божия В мужа Совершенного И в меру Полного Возраста Христова Псалом 49.18 Когда видишь вора Сходишься с ним В проливодении Сообщаешься Вот В связи с миром С силовыми структурами Это не божественно Завтра потянут власть Вы пойдете первые За то что заступались Сегодня когда Сказали более-менее Смело говорить Патриарх Все говорят Крысы бегут с корабля Эта власть не устоит Если священники Уже курсят Говорят Восток Что-то тут есть С этой властью Ну Патриарх стал говорить Что надо смотреть Народ вызывает Надо как-то отвечать А там резко Сразу среагируют Ну там невзорова хватает Мы должны быть Дезокоризмами Как светило сиять В этом мире Второе Коринфа 6.14 Не преклоняйтесь По чужой Вернос с неверными Ибо какое общение Правильности с беззаконием Что общего Света со тьмой Этот вопрос Вообще не ставится Верующий Неверующий Когда обратился Сказать не может Как Андрей Кураев Обратился Был студентом Неверующим Обернулся И увидел У сигналистов Глаза какие-то Я задумался Глаза увидел Как здесь был Капранов О себе свидетельствовал Два часа говорил И не мог показать Когда обратился А вот там студент Был Он стал говорить о Боге Я подумал Да не подумал Это встреча со Христом Это вспышка Это переворот жизни Это новая жизнь Во Христе Совершенно Вот все спрашивают Ну какая была идея Я скажу Татьяна С детства Готовился Стать террористом Отомстить коммунистам За пороганную землю Мне отец Все рассказывал Я видел Но Бог сказал Ты будешь гоним Ты пойдешь Фирмами-милогерями Тебя будут мучить Бог переменил все И у меня врагов нет Знаете Если начнем Все рассказывать Люди говорят Да ты дай Рассказки рассказываешь Молишься И молитва не закончена И уже с другого Конца света Сгонят ответ Прямо тут же Сразу ответ Бог дает А убеждает Что он живой Бог Живой Слышащий Отвечающий Малахи 1.10 Лучше бы кто-нибудь Из вас Запер бы дверь Чтобы напрасно Не держали огня На жертвеннике моем Нет моего благоволения К вам Говорит Господь Самого И приношение Из рук ваших Неблагоугодно мне Вот и все Благословение твое Богу-то Неблагоугодно Как Феофан Затворкий говорит Архиерея говорит Благословляю А Господь скажет Неблагословляю Спрашивает Одну архиерея Вот архиерей сказал Вот так А каноны говорят Так что нам слушаться Он говорит Конечно архиерея Да каноны говорят Ну каноны когда-то были Архиерей-то живой Он сгреет меня Сегодня же он перевестит Я могу назвать фамилию Архиерея Все О Лично говорит Я разговаривал Не с одним архиереем Я в Москву как-то приехал Ладно Тайно три архиерея Приехало По беседу Три И начинает Когда говорит Думаешь Ужас один Вот в этой епархии Мы беседовали С Антонием И тут же был и фихий Мы стали говорить Он меня все время Звал к себе У меня ни одного Миссионера Переходи Я тебе на любой храм Зам А потом Вот так дверь Приоткрыл Выгнул Мы говорим А что Боюсь На меня покушение Гот уже было Нам жутко стало На четыре человека Было Чего он умер Чего Бог его знает Но Три раза в печати На меня наезжал Три раза Дал опровержение А я говорю Этого херея Хватает ума Видимо Ни разу Он против Не сказал О густой форме Поэтому Ну я ни разу Нигде не выступил Я Ну обязан просто ответить И это не в одном месте Если бы в одном месте Это всю Абсолютно везде Где бы я ни был Ответ один Вы Никогда не бойтесь Правды отцы Вот спрашивают А как вы считаете Московская патриархия Легитимна Самоустройство Антилегитимна Ее обмен сдавали Берии со Сталином В 43-м году В месяце сентября И когда Коротко спрашивают А как Как характеризуют Одним словом Ложь А например Всегдашняя ложь А например Тотальная Всегдашняя ложь Вопрос снят На может Применить Может Сколько лет Один день Имея страх Божий Прийти всем на покаяние Не имеющим крещения Принять крещение Которое повинно Полепить имью И церковь уже обновится Как во времена Деке 249-251 год Как горох Как пыль посыпались При гонении Но уже через 3 года Церковь Стала в количестве больше А в качестве Не надо говорить В сотни раз Увеличилось качество Вот такая жизнь Она разморила нас Вот ущерб Без страха Не помнит Ни Бога Ни себя Малахия 2.2 Если вы не послушаетесь Если не примете К сердцу Чтобы воздавать Славу имени Моему Говорит Господь Славу То я прошу на вас Проклятие И прокляну Ваше благословение И уже проклинаю Потому что вы Не хотите приложить К тому сердца Вы не найдете Ни одного священника За тысячу лет В России Который сказал Да Я бахал рукавами А Бог это проклинал Проклинал Нет Это кто-то Но вы же не предполагаете Что ваш архиерей Дмитрий будет в аду И соседние По архии думают А почему же Тогда В ближних пещерах Кажется И в Новосибирске Там дьявол в ад Тянет на первом месте Смитровой Епископы Идут Ведь это не нами Картина нарисована И картина Егора настоящая Им надо плакать и молиться Я всегда призываю Особые Ревностные молитвы От священника А не приговоренные Согласно Только Согласно Златонуссу И Серафима Почему Златонусс Как огня Боялся священства И вот эти Его Шесть слов Написанные Почему Я хотел бы спросить Попутно Запишите И потом ответите Не пригласили Никого из священников Мы не извинулись Я называл Когоша Лоболиха Которая рядом здесь Ну почему Вот так вот сели Ну действительно Вам не просто Нас взять Скорее Передать Куда Там не может быть Объединение немыслимо С кем объединяться Это когда Одни жулики собрались Я по-другому Не могу назвать Того Который Врет Вызывает На травм Это середянство В живом виде Вот оно середянство Которое Ну ты же знал Батюшка Что мы православные Ты зачем Милицию вызвал А то моя Каноническая территория Отец Давай повторим Зачем записывать Ты сейчас отвлечешься Однажды Сарабрец Она сказала В течение 20 минут Я докажу Здесь полный зал Ни одного Сарабреца нету И один вопрос задам Скажите Почему раскол произошел Да вот Теперь ты на 45 месте На первом месте Демократизм правления был Вы даже не знаете Свою историю А как же здесь быть Всегда нужно спрашивать А что говорит Об этом Библия Вот что говорит Бог Михея вызывают Все говорят Хорошо А царь-то все-таки Боялся идти на войну Говорит А есть ли еще Кто-то здесь один Я не люблю И он хорошо По мне не говорит Не сказал Неправду говорит И посыльный Это был такой ревностный Как секретарь репархии Вот Любыми путями Хотел уходить Своему заяву Ты только скажи Как все говорят Жил Господь Бог Михея Сына Евлаев Жил Господь Бог Он сказал Не вернешься Не вернешься Вы знаете Кто такой был Это Исаак Балматский Исаакий Это Исаакий собор Царь Валент Пошел на фронт Говорит Не вернешься Он говорит Держите его в сарай Он говорит Я запах жареного Уже слышал Он его сошел Там где солома Он не вернется Не надо играть Этой жизни Она такая коротенькая Она мгновенная буквально Мы для того встречаемся Чтобы объединиться Со Христом Если вы это желаете Я могу оказать помощь Я это пережил У меня было Переживание Как апостол опала Сарат шел И вдруг перевернулся Я работал на корабле Никакая беда Не горе Отличное здоровье Учить в училище Знание языков Открыто Широкая дорога Я понял Она заканчивается Пропастью ада И вдруг Слово Божие И где у пяти десятников Я получил евангелие Я не был десятником Ни из идей не получал Я просто получил евангелие Но родным надо Я пошел к батюшке Город Венск Решли к батюшке А батюшка пьяно валяет Просто валяется Полный охурок Я говорю А батюшке евангелист Да нет Он пропил его Вот недавно Вот и все Я поехал в семинар Я остановился Первая моя беседа была И она не прошла Из памяти моей Загорске Тогда называлось Сергию посадки А они ничего не знают Студенты Я стал вопросы задавать Которые сектанты задают Может быть они и смутили Я говорю Ну вы можете ответить Или нет Икона Или нет Я с сектантами беседую У меня опыта никакого Не только я обратился Теперь я докажу В течение пяти минут Докажу неопровержимо Всего семь мест писания Ну нужно Я на память Перевожу Семьдесят два места писания Цитирую И я от того шока Все еще не оправлюсь Никак Они не знают писания Что Конституция СССР изучает И до этого Бог позвал нас Христа не знаешь Ничего не знаешь Царство не нужно без Христа Царя нет Зачем мне царство это Вот смотрите Что я назову немного В Алтайской правде Появляется статья Кто же такой Игнатий Лаптин От имени православных верующих Барнаула Потом он примет Монашество Ну знаете Хапофедя Какое он примет И другая Алтайская правда Двадцать два февраля Двадцатого года Он приходит ко мне Потом надо Мы говорили Нас вызвал Отец Николай Байтович Сказал подписаться И вот такое дело А теперь А теперь Я как Да я знаю Не знаю Ты что Сидел Сидел С статью Смотрел Да была статья Но за меня выступал Союз писатель В Москве Какую разгромную статью дали Кого вы трогаете Это исповедник Господень Ну и дальше Они на себя Навлекли просто Второе Время и деньги Номер десятый Девятнадцатого марта Девятнадцать седьмого года Вещерний Барнаул Это все на меня нападки Алтайская неделя Номер восемь Февраля Двысячного года Еще Вещерний Барнаул Алтайская миссия Ни одного слова Истинного нет Какой же дьявол Толкал под руку И людей писать Но я благодарю Богу Что у меня были Хорошие отношения С Антонием Васильевичем Хорошие Настолько хорошие Когда этот конфликт был В Горно-Алтайском Они ко мне сюда приехали Ну там Вы знаете Погиблых есть Другой-то И я специально ездил По их приглашению Там говорить Я говорю Братья Выход только один Вы должны наклонить голову Прийти И Антоник У меня на дому был Обедали Он говорит Что мне делать Я говорю Простите Когда они покаются Конечно И когда у них Он вызвал на ковер А я стоял перед храмом И была пурга И вот они Как из катапуль Оттуда вылетают Победа Как будто бы Медведя закололи В берлоге Он лихий погодя Вышел Антоник Такой расстрелял Подошел ко мне И говорит Я не пойму Говорит Они то ли победу Какую одержали То ли что И вдруг В Алтайской Там какая газета Ну на Алтайской называется Поздравляем с победой Над кем Над своим архиереем Статья Я-то ведь не с вами вместе Я со всеми был вместе И когда спрашивают Кто был прав Не прав Деньги не поделили Но Должи покориться архиерею Потому что Этого требует справедливость Он не прав был Но он сказал Я не прав был Прости, Владыка И ты должен их простить Я в этой гуще событий был На стороне был Отец Николай Войдувич Я приходил к нему Мы сидели Он мне все поднимал Открывал Он говорит Вот как они поступают Если нет Атосторонний человек Но я там же Сколько из детств встречаюсь И знаю Не правы обои Надо беседовать Не как Никон собаку Лазит собаку А Христа проповедовать Они не знали Ни тот Ни другой Христа Климят друг друга Триста лет Как будто сегодня За стенкой Никон живет где-то Любовь нужна Я говорю Представляете Что Никон в раю Я вакуум в раю Может быть такое Суд там Бога Может быть Я вполне допускаю Оба покаялись Перед смертью Не надо держать на свою доску Как на качаре Чем ниже опускаешься Противника выше поднимаешь На доске Дальше Если вам придется Когда-то говорить На эту тему Немного Потерпите отцы Вот у нас сидит брат Этот вопрос не решен Новую страницу Мы не можем начинать Брат Игорь Он чтец Ему выйдет Седая борода Все Прощенное воскресенье Мы каждое Прощенное воскресенье Вы знаете Приходили туда Вместе Когда мы архиереем Теперь сколько Массива Подходим Мы выходим И Такие визитки На них наш сайт Больше ничего нету Там даже телефона не было Как-то обступили эти семинаристы С ними священник стоит Какой-то Сербия назвался Так? Дальше Я не слышу Терман И они на него Ты Козел Дурак Да дай ему морду И он стоит здесь Архиерея благословил нас И стоят наши И сестры Все слышат И Повышенное Прощенное Воскресенье Не действует Одно и то же Архиерейское благословение Не действует Я в прошлый раз Когда были Я сказал Архиереянность Это наш волчатник Вы отвечать будете Они были нормальные ребята Это вы сделали Такими преступниками Вы Они не заблюда Они за эту жарную Рыбу Все продадут И мы Ничего Мы стояли На этой стороне От храма Отошли в стороне Видите Ребята Вам идти на Иерусе На Лебенский проспект Они ничего не понимают Тебе охота подраться Только один казак Видно Горно-алтавист А я бы Усел Как звереныш Было прощание Какое-то Нет, конечно И он сядет И пойдет По Христу Да кто же Христос Магомед Так не делали даже Он просто За мещей Одержал победу Давайте перевернемся Она не переворачивается Страница Она пропитана кровью Она слишком тяжелая Она затоплена Грязью Безбожников И где В доме Любящие Били меня В Писании Говорит Архиереи могут так Вызвать и сказать Ну-ка идите сюда Вот сидите А вы все это видели Так Давайте Вы можете сказать Ну конечно Кто был Давайте Давайте Ребята Вам не место Здесь Ты еще не поп И ты уже Лютый волк Вы Отсюда Только не забывайте Когда Господь Говорит Идите Пусылай Как овес Среди волков Волками Он назвал Людей Мира Всего Но когда Из Ипеса Он призвал Мелит Священников Пресетиров Так Говорит Из вас Восстанут Людые волки Людая Значит Бешеная В миру Только волки А это Людые волки Которые будут Превратно Затачивать Увесить Синяков За собой И когда Интересно Серкрий Считает Эти слова Перескакивают Вот я смотрю По написанным Я говорю Бачка А зачем Перескакивать Эти слова Они сказаны Их нельзя Перескакивать Людые волки Зато Я никого Не боюсь Как Епископа Как Тогдашняя Альфа Группа Говорили Лучше попасть В руки Иссавян Чем этим Детям Зверям Речь Шла о монахах Это не сегодня Вообразили Что они Что-то Означат Ты Только Не господствуй На заседании Божьем Ты Значишь Как Проводник Я бы дня Не был Православием Нигде Тут нет Что держаться Если бы не Священство У священства Благодать И все Таинства Я Потому Не боптись Что Здесь Священство У них Не только Положение Это единственное Что меня держит Ну и толкование Святых Отцов А больше Не на что Держаться Держите вы А ваше поведение Не конкретно Вас Говорю Оно убивает В людях Мелую Всякую И горе тебе На вас Мельнейших Женогов Не хватит За ваше Поведение Дальше Вот я веду Занятия АГТУ Технический Университет Веду я 17 лет До этого я Вагу Вел Педагогическое Медицинское То есть Везде Дал занятия Бесплатно По два часа Два раза в неделю Что здесь Додумались Приходит Ваш секретарь Гончаров Сергей Михайлович Не без ведома Епископа Максима Дмитриева Приносит бумагу Игнать Откажите От занятия Но Евстигнеев Владимир Васильевич Звали Он уехал В Москву А секретарь Малин Васильевич Не очень близкий Человек И близкий Проректор По учебной связи Сесенки Борис Васильевич Он берет Что-то нужно Приходит ко мне Назадь И говорит Неприятно известие Вот этого А зачем они это делают У нас вот аудитория Свободная Если им надо Мы дадим Любую аудиторию Зачем они делают Вот это конкретно Тринадцатый том У меня вышел Я понимаю Вот книга Я читаю Я зачитываюсь Елю А это что Я вижу Вот это лагерь И я пошел И стигнею А секретарь Я сейчас найду Копию сниму Пошла Ее нету Бумаги А где бумага Я говорю Не найду никак Наверное Он ее порвал Я ему сказал Он пришел С такой гнев Да неужели же Я на это пойду Такую подлянку Мне устроить Выгнать людей А сколько людей Его не касается Я вообще дорогу перешел Проходим Евангелие По толкованию Блаженов и Филартов Я к вам Подъезды к невезу Вы что-то Вы гоняетесь Я вам опять На счет разведовать Ну и Ты сядь Кому занятию Прослушай А приходит У тебя иконы Стоять Последок Христос А Никола Сейчас отворит Здесь Богородица А вот Когда наоборот У меня были такие Я переставлял Я говорю Я переставлю Но вас завтра не будет Он хочет Не пришел Я переставлю Ну разницы никакой нет Я вообще не вижу Никакого сакрального Торжества Со своей стороны И он меня Хотел отсечь Зачем Максим обязан У меня попросить прощения Но он не архиерей Он живой человек Архиерей здесь А там он будет не архиерей Не так Помяни Господи Первого президента России Бориса Николаева Оп и игру придумали Да он никто Он может выдержал Бомб Две рядские разбил За все зло Которое сделал Пинчушкой Дальше Я начальник детского лагеря Стана Его организатор 40 лет Это не два дня Без помощи Государства Тысячи детей Отдохнулись Родители Лагерные обучения И уникальные Мы обвешиваем Объявления Газеты печатают Рассылают семинаристов По городу Срывать мои объявления Это кто же Рассыл полномасчего Это что за отродье такое И один Знаешь Я его поймал С столбом В скобле стоит Он говорит Ты что делаешь А меня послали А здоровый парень Я тебя задал Бомба в стол Брятую здесь И скажу Что тебя не трогал Ты что делаешь А другой А другой Фломастеры пишет Объявление Лагерь Катается на лошадях И пишет Ересь А другой Ересь Что детский лагерь Ересь Или столб Ересь И что Вы каким дураков Воспитываете Прости Господи Ведь он посланный Это посланник Он на столище С патриархией Выполняет Я 40 лет Несу поношение Зачем Запишите себе Эта страница Никак не переворачивается За ней тысячи детей Стоят Это мой авторитет Это моя дневная Репутация Главное обвинение Всегда будет против меня На 38 книг А я знаю причину Яков 2014 Вот в чем Вы ее перешагнете Тогда вопросов не будет Но если в вашем сердце Вы имеете горькую зависть И сворливость На них хвалитесь И не лгите на истину Вот у вас есть священник Если я бы ему Конкретно мог сказать Если хотите Одно Обвинение Он уже забыл Может быть так Вы смелые ребята Ответ следует Можете сказать Наши люди приходят К одному священнику И дают материал О крещении Который он давал Он говорит Да почетно ты Игнать Вроде на каракуал Написал Надергал места Я это могу доказать Что крещение Ложен в термливании А мне приходят И говорят Он сказал так Я говорю Я не знал кто Вы подейте Теперь ему скажите Если он это сделает Докажет На основании Сто тридцать два места Писания Святых соборов Я точно буду За счет Тихости Он сразу говорит Да я это не считал Я просто так Сказал и все Вот какое дело Не надо Этого дела Я отвечаю За себя Ты за себя Но ты меня можешь Обличить Наставить Если я Площу православную Вер Я и не площу Вы портите ее У нас Ко крещению От года до пяти лет Готовится У нас не два часа Пятьсот часов Академических занятий Мы всех анонно изучаем Которые священник не знают От нас один ушел И вот сразу На третий курс У вас взяли Они видят Какой уровень Я говорю А почему Ну они знают Второй аппарат Помянул Восемнадцать двадцать один Когда Михея Сына Евлаев Пришел И стал говорить А там Все пророчи Иди на войну Иди Ромов Голаский Захватишь А он говорит А я видел Что в ваши уста Залезли демоны И тот сказал Я выйду И буду духом лжи В уста всех пророков И сказал он В большой буквы Ты улечешь его И успеешь Пойди и сделай так Я спрашиваю Этот дух Когда вышел оттуда Куда он залез Он никуда не вышел И тогда Сидеть я стою на имла И ударил по устам Говорит По какой дороге Ушел он от меня Дух Он говорит Будешь бегать Пятый угол Ты искать Узнаешь По какой дороге Ушел Вот так и случилось Полный раздром Надо говорить правду И тогда это вспоминется Всегда На правде Зиждется земная ось Никому не надо Подыгрывать Я благодарю Бога Что Бог мне дал Понять это В первые часы Когда я обратился Жизнь моя изменилась И впереди меня ждут Скорби и печали Дело еще в общем В отынешней На парке В сердце Кмассовой информации На патриархе Московской патриархии Я считаю Непрямое Непрямое следствие Высиное ею Осия 8.7 Так как они Сеяли ветер То и пожел Борю Яна 5.44 Как вы можете веровать Когда друг Ко другу Принимаете славу А славу Которую от единого Бога Не ищите Для меня Это стало эпиграфом Славой стать Только от Бога Нет брата родного Нет епископа У нас с епископом Были напряженные Отношения За русский язык Он сказал Три года Чтобы не было Разговора о русском языке Ну Библия Только библия Все остальное Выславилось И мы три года Не заикнулись Но через три года Мы уже Аполлицей Владыка 23 мая Заканчивается срок Мы сенот везде писали Ну и все Теперь у нас Высчитаем Мы не нарушили его воли Нас Бог наградил Таким епископом Он уходит Теперь мы его не будем Не будет у нас Но это Счастье Что Бог дал нам его Мы Остались живы И когда он был здесь У меня день рождения был Я ему сказал Акция Потерпите еще пожалуйста Я ему сказал Вот это ваша Самая главная заслуга Что вы не сожрали нас Это самое главное Он угнулся только Я грубой скорбой Выразил это дело Но он молодец Он выкрутил все это Дальше Когда спрашивают Какой у тебя выход Из этого положения Я говорю Научитесь пять раз Б говорит Пять У меня всегда на пяти Б Вот первое Затешите Бог Любая проповедь У меня на этом Библия Благословение Благовестие Будущее И вот на этих пяти Пять Б Мы изменим всю обстановку Мы с вами уже вместе Если мы согласны Со Словом Божьим Нас уже ничто не разделяет Если говорят Это твоя епархия Я говорю Батюшка Еще раз запиши Значит твоя епархия Твоя территория Твое смекольное поле Твоя картофельное Но если все заросшее Ничего там нету Ты в этом доме не был В этом не был Там повесили Тут сидел Это твоя епархия Это твоя епархия Ни католикам нету Ни католикам нету Ни вообще нету Они открывают Новые епархии Сибири Мы ничего не открываем Мы засохли на этом И людей всем давно Посылали московскую патриархию Мы лютейшие враги А на подсознательном уровне Они понимают Пока мы живы Мы показываем Что в православии Можно быть человеком двигаться И поэтому заглушить Раздавить Размять Чтобы нас не было Это да Тише влаше Только поэтому Так Иезекииль 336 Если же страж видел Идущий меч И не затрубил в трубу И народ не был предостережен То когда придет меч И отнимет у кого из них жизнь Все схвачен будет за грех свой Но кровь ему взыщет Уйти стража То есть вы обязаны Предупредить людей Это грех Пост никто не имеет права нарушать Я занимался Три года канонами Это вообще много-много времени Я знаю все данные каноны Перевел на русский язык И вот понимаете Что 989 правил Суссенарного Да вы не ответите Семинаристы Вы не знаете этого Действующие правила Сегодня всех соборов Святых Атов 719 Запиши 719 Из них 413 Ежедневно Целенаправленно Нарушаются в любом храме 413 Я покажу У какого собора Какое правило И почему оно нарушается У меня когда узнали Друг буквально вырывали Где типография напечатана А там и теперь напечатана идет Стоило того Без соборных постановлений Мы слепые котята Это святые отцы Если Евангелие является путь То вот эти каноны Являются вехами на этом пути Так один выразился Митрополит Ильев 1313 Замолчите передо мной Я буду говорить Чтобы не пасли бы меня С властью Исайя 28.18 И союз ваш со смертью рушится И договор вас Преисподний не устоит Когда падет Сипожирающий бич Вы будете попраны И вихрь Все разнесет И еще немножко Священное писание Оно имеет такой Вкус Постоянно И новым людям Все открывается Для нас открыто сегодня У знакомых есть архиереи Я переписал Которые близко знакомы Такие как мы Мы никому не нужны И никто нам не рад Как и они Мы Сегодня юрисдикции Уже практически 13 Некоторые мы признаем Настоящими Как Акафанкен Пашков Тихон Пасечников Антоний Орлов Но у них есть У всех Один пункт Который мы не можем Пойти на соединение Ну кто из вас Скажите Знает один пункт у них Который нас Не можно с ними сблизить Пойти под их юрисдикцию Один пункт Первый Тот который нас с вами сближает Что Московская патриархия Безблагодатная Этот шаг мы никогда не сделаем Никогда И не делали И не сделаем А там Говорим Дел Как постараться Все не коняне Они так проклятые Сначала отрекись Не Ферафима Не Игнатия Причинила Тогда мы тебя Принимаем Замотом Помажем тебя Мы не можем На это пойти Сергей радужеский Молился Двуперстно А Серафим Двуперстно И оба Бога Нам не надо Спорить о пальцах Нам надо Спорить о том Господи Почему мне никто Не подсказал Чтобы жить-то во Христе Ведь я негодяй Я нарушаюсь Заповеди Божьи Ну почему Навстречу Мне не вышел Помощник какой-то Я день и ночь Ищу Чащих Меня Деяние 262 Я говорил Уже об этом 2-й Калитм 3-17 Господь Я из двух Игн Господь Я там Свобода Я очень Несоковцы Не в этот сих Патриархии Нет свободы Не у вас Нет Вы даже Не знаете Я буду говорить Это пустое Во Христе Это вбой Я упрашиваю Бога Вот Есть такое Место Библии Которое у меня Эпиграфом Псалом 118 164 Сих Попытайтесь Выполнить 118 Псалом 164 Сих Давыд говорит Семикратно В день Прославляю тебя За суды Правды твоей Золотовод Говорит При множестве Царских За год он находил время Семикратно Ну бывает Серафимов Правило У меня правило Такое Моим именем Боже мой Что такое Это ты святое И сто поклонов Христу Богородице Ангелу Хранителю Иоанну Христину Име Николиче Даткорсу Пророкам Святым Небесным Силам И апостолам Святым Мученикам Святителям Женам И девам По 10 Получается И вот так Чтобы не меньше Семи раз Я патриарху Написал Что я за вас Примерно До 18 раз Здесь ставлю Такие молитвы Чтобы прославить Бога Это главное Мое теперь Назначение в жизни Попробуйте Настрой будет другой И на каждой молитве Своими словами Добавьте Покажи Кто я И в конце молитвы Мы слагаем руки У нас все понимают руки Господи Слушай Торопой Соединим молитвы Мои С молитвами всех святых На небе На земле Молящих Написано Понимайте Руки без неба Сомнений Ничего нету Неестественно А дальше Мы 100 поклонов делаем Молодые делают земные поклоны В пост И теперь Господи Услыши Молитвы всех Кто молится О нас во благо И наша молитва Всех Кто просил нас Помолиться А потом мы Говорим Господи Слушай Торопой Говори И стоим Какое-то время Прислушиваемся Что Бог скажет Перед каждым молением У нас 7 минут Заходят Полно Вставили на молитву 7 минут Ногами не пришелись Не перекрестись Мы ждем Чтобы Господь Благодарил священника Как опротенное дыхание Его было Мы едины Все Все находимся Вы знаете Бургин Отец Александр И он Однажды Я попросил Может быть Это какую-то роль Сыграло Знакомые люди Отвезли Новый Завет Он пошел 50 детей Я приезжаю Еделье через день У меня не может Отойти Ты знаешь Я был там Я не гостанили С молитвом Это У него С красным Горстодипломом Академия Умнейший Их 3 брата Все священники Николай Тут был И он Говорит Как они молились Я не могу Напомниться Понимаете Они прямо с Богом Разговаривают Христос И больше молитвы нет Вы как будто молитесь Не уйдете Кроме Христоса Воскресе У нас молитва На это положение На открытие сердец Вы не молитесь Не молитесь Ну по привычной Как говорят У буддиста Мельника Проволола А ты должен Каждый день Молитва такая Чтобы она Потрясала все Не в крике А в огненном дыхании Перед Богом Говори Господи Слушай Тракуй Вот меня спрашивают Какая у вас Самая последняя мысль Только одна Господи Ночью чтобы не проспать Ночью чтобы не пропустить молитву Только одна Господи Не проспать бы молитву Еще ни разу Ни в кирпе Нигде Бог меня не посрамил Нигде Подъем в шесть Меня точно в четыре поднимают Утренняя Это будет часовая молитва И это больше года Там свет говорит День и ночь Почему Бог слышит молитву Вот что и дело Мне говорят Вчера За вами Семь присутников Молились Мужа Я тоже встану Я же Я ни разу не обернулся Я их не видел Это Бог делает А мой Здесь священник лежал Игорь что делал Да ничего Он лежал просто И все Знаете И в тропе тут был Он на этой жаркой Шкурке лежал Бог покажет Кому есть Вы знаете Здесь был Одно вот за симу Отец Михаил Михаил такой Ты Мишка иди сюда За возвращение За возвращение Малолетних Я приносил передачи Ну и сидел Из Китманова Сурта Отец Владимир Я его тоже приносил Кое-что туда Там Молодька иди сюда Там у меня отец Владимир Его вызвали Я стал с ним говорить Он все соглашается Преследователем Я ушел Он опять Ну а как я отдам Это дом Епархия с ним судилась Отец Брасывает все Корабль тонет Пшеницу все Бросай за море Тебе не до дома Сейчас здесь Я ходил Ходотайство Краю в прокуратуру Везде Ну его на срочном Свободили И он больше нет И он к нам приходит И говорит Я говорю Вот этому человеку Он говорил Ты не ходи У них икон нету Ты не ходи Там Божья Матерь Не почитай А когда стал ходить Он говорит Игорь Владимирович говорит Ну а ты знал Что есть Знал А зачем ты говорил А чтоб ты не ходил Да бессовестно Я же ему Ну я называю Его имена У вас был Георгий Дитов Хороший священник Неплохой Судили с сынокеней Милославской Ольгой А он ее как представитель А я представитель От ее со стороны был И он Гонит на нее Что ты не работал Свет Говорит Она работала Она работала Продавала там книжки Все Я вышел в коренную Отец Георгий Ну ты же знаешь Что работал Знаю Я что-то должен делать Я только ахнул Да попутал С врагами С попытками Это одаряса только Вы сейчас с ума сошли Она с ума с подала И потом мы ее Бобенку одну засудить Готовы не знаю Что сделать Но она работала Она выгнала процесс Один второй Ну и краевайцы Открыли Еще раз заплатили Позорная Даже говорит Страшно будет Еще чуть-чуть Вот один раз Во всей жизни Я больше не буду Говорить о ней Так Ходит примерно 1% Как говорят Статисты Но говорят Шумнейшие Ходит жителей Которые На вашей Канонической Территории За 99% А вы думаете Отвечать Ты бы сказал На моей Канонической Территории Это ваш огород Свекольное поле Или стройка И приходят люди Трудятся Благоразумный человек Разве будет Выгонять Со своего поля Людей Правильно Тяпающих Окучивающих Свеклу Он гонит Он бешеный поп Бешеные псы Лютые волки Это бешеные Супашины Они только отстреливаться будут И наше объединение Не то что Нас же мысли снимутся Куда я пойду Идти к волкам Вот вы не вызвали священников А это был бы первый шаг Дальше Вы ничего не можете сделать Вот мы сейчас Принимаем решение Сейчас мы выступаем Это все Вы на все голосовали Вы ничего не можете Архиерея сказал Этот новый позор На ваш устав Приняли Диктаторский Дальше Архиерея даже примет Сейчас продолжает Игнатия Не трогайте Ему давайте слово И какой роли не играет Они будут шипеть и жалеть Это невозможно изменить Это работа десятилетий Вы говорите Мы его давайте забудем Не можете изменить сущность Не может Бакс изменить Пятные пиво в коже свою Вы таким не останетесь Даже ваше решение Вот вы сейчас полюбили меня Без меня просто Дыхание у вас схватывает Но вы ничего не взяли У вас просто под эту Мясорубку в самом месте пульсит Вот какая штука-то И поэтому мы собрались здесь Для того чтобы поделиться Талантами Которые Бог нам дал Бое Единение Я не скрываю Я перед Богом Я священников люблю И уважаю Но я уважаю Не для того чтобы Батюшка благословить Мне ваше благословение Вот архиере Благословите Я 50 лет проповедую Без своего благословения Ты меня так и проклинал 50 лет А теперь благословение взялся Кого ты проглазуить можешь Я не верю Бого я поклинаю ваше благословение Идем со мной на проповедь Я вам программу написал Вот здесь вот Как сделать Сколько с вашей стороны Как мы будем ходить И притом Один и делим Село пополам Вы свою литературу Выступаем И в конце Всех даем Что не надо Но у нас какой опыт Что говорить Что дать С каким человеком Как беседовать Вынесите это архиерею Притом Вот на деревню пригласили Если архиерей не приехал Это последний раз Больше ни приглашения Ни разрешения не будет Постарайтесь Чтобы он к нам приехал У нас У нас слишком все меняется Быстро Практически у меня почти все И вот наши эти обвинения Я хотел бы Чтобы их озвучили Потом где-то И против меня Выступили Единым Строе Все противники мои А меня пригласили на суд Самых ярых Моих врагов Найдите Которые меня там Везде приимели И меня вызовете И я приду Мне будет только Сидеть Которые Счастливые Писать Я знаю Какое что Я успел записать Я дома А я все прослушаю Поэтому мне очень удобно С вами разговаривать На ваше предыдущее выступление Я не могу не злиться Ничего Я просто С чистого листа начинаю Я вас не прошу прощения Ни у кого Я против вас Не согрешал И вас не прощать Против меня Вы ничего не делали Плохого Я считаю У нас хорошие С вами отношения Хорошие Их надо Вот в этом планете Не переверпывать страницу Не говорить забудем А разрешить Выговорить Попросить прощения И теперь развивать дальше Но это только на нашем уровне На уровне епархии Вам это не сделают Это невозможно Баба Рашкина не может Средизоставить это Он не может быть другим Он на этом слове Крутит Варит их своих Они ничего не знают Сегодня Достоевского Заши Шекспира Дайте им Христа Живого Они Бога не знают Самая большая беда А вы знаете Да мы знаем Я не слышал ни разу Голоса Божия Только через Священное Писание Аминь Ну вот Держательное возбуждение Даже не знаю Уместно ли спрашивать Как можно совместить С одной стороны Действительно Ну наверное это отдельный трактат Как можно совместить Любовь к духовенству Те обвинения Которые высказаны Практически И то что Не существует Оказывается истинного духовенства И в то же время Присутствие благодати В таинствах Церковных Совершаемых Через Через Священнослужителей Вот как бы Не совсем непонятно Как можно Сразу это все Совместить Потому что Здесь уже Не то что там Да-да И нет-нет А тут уже Прямо И то и другое И треть Но одно Исключает Другое Поэтому Ну наверное Как-то можно Наверное Кто-то Через Сергею Так Если мы Обращаемся К Библии То Там Такой есть Пример Что Был первый Священник Ильей А у него Сыновья Священники Были недостойны Помните Грешили И грешили Так что Там В храме Считают Женщины Но Господь От них Жертву Принимал Да Принимал Есть такой Пример Это нам Слово Божие Об этом Говорит Поэтому Здесь Если Жития Святых Что Верили Говорит Что священник Там Служит Но он Недостойный На святом Было видение Что Не священник Пресчищает А ангел То есть Благодать Она может Изливаться И через Ослица Может заговорить Поэтому Здесь На этом Не то Что Мы Совмещаем Это так Что Допустим Как и брат Он на этом И стоит Если бы Этого Не было Другими Мы скажем Что Необычные Ну тогда Вопрос То есть Скажем так Это Обвинение Духовенства Обвинение Священно в начале Там или в том Это Воспринимать Не Непосредственно Так вот Отец Владимир А как Такую проповедь Некую Об ответственности Священнослужителей За то Что им Верено Это Чтобы Исправить Именно Дело Божие Которое Бог дал Нам Ну мы видим Сегодня Я вам потом Уже Это не для общего Скажу еще Об одном Для меня До меня слухи Городошли Очень Недоброе За новое место Поэтому Не для того Чтобы нам Как А именно Чтобы Как Нам Совместно Направить Это дело Чтобы было Не поношение Как сегодня Православие Что именно Что увидели Люди Сказали Да Это Православное Действительно У нас Есть Такие Говорят Что Куда К вам Да Нет Я Говорю Видел Ну Я лично Конкретный Пример Я хочу Спросить Вот Ваши Члены Вашей Общины Вот Возьмут Они Благословение У отца Александра Вот Подойдете Возьмете Благословение На что Не Ну Просто На Всегда У нас Этого Не Пожалуй Я Даже Я Я Я Вот Я Говорю Что Если У меня Значит Я Нет Я Не Могу Там Или Заболела Что Иди В храм Я Так Запрещаю Где-то Причастить Понятно Нет Храм Понятно Я Говорю Вот Конкретно Причастить Или Это У меня Вот Был же У нас Случилось Что Я Прошу Вас Обращать Помогите Там От Петера Старей Мой Прихожанин Храм Умер Но Я Только Уехал Можно Вопрос А Вот Из Тех Общин Дальше Которые В зарубежные Церкви Относились Вот Есть Которые Перешли Уже Московский Патриархат Или В основном Есть Есть Они Сразу Там Были Это Было В Шадринске Потом Там Где-то В Нижнем Тагиле Еще Было Там Есть В Шадринске Было Так Что Отец Владимир Карелин Он Был Епископ Михаил Шадринский Он Был Лишен Сана Когда Он Перешел Он Перешил Сана Но Когда Сейчас Послонное Соединение Признали Лишение Сана Недействительным Его Вновь Это И Он Продолжает Там Он В Московской Патриархии Но А Вы С ними Кто Московскую Патриархию Перешли Поддерживать Никита Хочется Только Недействительным И У них Возникли Какие-то Проблемы Поскольку Они Перешли В Московскую Нет Большое Съедение Возникли Почему Потому Что У них Совсем Другое Он Ничем Он Так Все У нас Видите Проблем У нас В основном Стоит Из-за Чего Из-за Благовестия Из-за Деятельность А Нет Он Как И Был Один Из Тех Что Был И Он Когда Переходил То У него Переход Был У тех Допустим Переход Был Совсем По Другой Причине Чем У нас Дальше Стали Переходить Чего Епископ Там Другое Место Переводитель Обидел Епископ Они Сразу Раз Переходить Стали А Первые Были Приходы Это Наши Шесть Священнослов Из Омска Ифтихий Я Ибо Брат Василий Из Омска Феофан И Валентин Русанцев Знаете Вот Это были Первые Покойные Да Покойные Первое Было Совещание Приезжали Иларион И Марк Германский Это было Весной 90-го Года В Суздале Это было Первое Совещание У нас Зарубежное Здесь Было Вот Когда Иларион Принес нам Грамоты Что Я Принятый С Общинами Вот Это были Первые А дальше Стали переходить Большинство А вот Сейчас По которым Игнатий Ифанович Говорит Что 13 Различных Юрисдикций У них Какие-то Кардинальные Такие Похожие С вами Требования У них Совсем У них В основном Экуменизм И сергианство Все Два Спасибо Только Это У нас Этого Нет Поэтому У них Экуменизм Они За это Экуменизм И сергианство И все А когда Было Когда В 2003 Году Было В Нью-Йорке Пастырское Совещание Я был Удивлен Вот там Именно Значит Наставили Это Вопрос Что Из экуменизма Можно Войти Можно Грузинская Церковь Ушла Из Совета Всемирного Совета Церквей Говорит Шеф-Кунов Говорит Ну Это Было Там Тогда Нас Вроде Заставили КГБ Власть Вступить Но Сегодня Нет Можно Войти Оттуда На соборе Уже Говорит То есть На этот шаг Не пошли Московская Патриария А если В это Пошли То Думаю Что Этих Синодов Большого Не было Теперь О том Что Сергеянца То есть Признать То что Высказывание Митрополита Сергия В то время Было Что В основном Берут Что Радости Это Власти Это Наши Радости Там Печали Там Это Наши Печали То есть Полностью Поддержка Безбожной Власти Покорения Чтобы Да Хотя Было Это Вгонять Но Это Неправильно Было Сделано Не нужно Было Этого Сделать На это Тоже Не пошли Из этого Все Пошло А если Было Это Это То Этого Не было Понимаю А сейчас Между собой Соединить Я Поехал В прошлом Году В Омск С Тихоном Встречались Он Думал Что Я приехал Проситься А я Приехал И Говорит Владыка А почему Вы с саркофангелом Нельзя Что Ну За Рубежем Нет Соединиться Это Невозможно Сейчас Они Никто Соединиться Никак Я Пытался С саркофангелом Разговариваться С Тихоном Думаю Нет Не хотят Между собой Не хотят Какие-то Претензии Друг Друг Такие Что Не стоит То Что Высказал Игнатий Тихонов По Ивангельтам Именно Что Как Улучшить Положение Сегодня Духовно С тем Что Высказал Игнатий Тихонович Под каждым Словом Подписаться Можно В том Клане Это же Слова Священные Пожалуйста Я говорю Все Что Вы Сказали Касаем Ответственности Духовенства Или Пороков Духовенства Или Любого Неисполнения Постановлений Божьих Кто Вот так По совести Из нас Может Сказать Что Сие Ложь Конечно Это Правда Весь Ну Немножко Может быть У нас Разные Понятия Или Там У каждого Личный Опыт Как Это В жизни Притворить Ну Тут Тут Еще Как Вопрос Не Совсем Может быть До Конца Понятно Ну По крайней Мере Мне Вот Как Можно Совместить Некоторые Моменты Ну Это Тоже Как Частные Могут Быть Различия А Ничего Вами Не Было Сказано Действительно То Что Не Назовешь Или Что-то Антиправославными Высказанными Конечно Это Не Назовешь Но Как Всегда Вызывает Вопрос Как Лозунг Произнесен Или Даже Как-то Вот Вы Сказали А Вот Как В жизни Реализуется Это Вот Мне Видится Что Очень Сложно После Даже Вот Таких Замечаний И Обличений Духовинства Очень Сложно Будет Вашим Вашей Пастве Вот С любовью Потом Смотреть На Православного Священника Очень Сложно Сейчас Скажу В городе Фрунзе Я свидетел На дому Собирались Один Игумен Ну Он Теперь В Почаево И Священник Атест Владимир Святков Он Санкт-Петербургин А этот Грош Ну Я тоже Поставил И что А они Вышли К народу И принесли Покаяние И начали Исповедовать И он Говорит Две Вот Таких Пачки Только Волшебных Молитв Собрали И Причищать Только На последней Деле Приступили Они Вышли К народу И сказали Мы Бога Не знаем А уже За плечами Академия У него Психологический Факультет Они Вышли С такими Слезами К народу Вы понимаете Что в народе Голд Это пробуждение И И Архиерея Ближе Стался Нам Нужно Сегодня Чтобы Дух Божий Коснулся Каждого Сердца Нам Не надо Выдумывать Поднимать Какие-то Нам Нужно Просто Взглянуть На великое Четвертый Начальный Там Против Я Немного Написал Письмо Тогда Был Ташкентский Варфоломей Ну Старые Священники Знают И Он Меня Вызвал А я Пришел А тут Был такой Гузмаков Сергей Он На Сибирске Служил И Он На все Про все 25 Человек Я Посчитал Где-то 18 Минут Он Хрестил Это Ужас Какой Я Подошел Говорю Отец А А что Так Хрестил Он Говорит Да Хрестить Пришел Я Говорю Да Нет Ты Все Испортил Неправильно Он Так Кулаком Меня В бок Ударил И Говорит Да Брось Ты Заливать Пойдем В ресторан Со мной Сегодня Я Отец Все Написал Какие Правила Каноны Гангерского Собора Показал Он Меня Вызвал Сначала Брата Павла Моего Родного Брата Он Говорит Сам Писал Он Говорит Сам Так Я Священником Поставлю Я Приехал Он У меня Три Храма Ну На Пути Встал Отец Дмитрий Дудков Который Попал В это Время Опал А он У меня Был Духовный Отец И Он Мне Книгу Дмитрий Дудков Говорит Дай Мерю А я Я Тебе Библию Дам Я Говорю Не На Священником Будешь Он Мне Прямо Сказал Вот Тебе Деньги Я Найду Такого Священника Как Надо А ты Что Делаешь Проповедуешь Это Благовидная Причина У меня Замены Нет Держать Бог Мне Митрополит Виталий В Нью-Йорке Был Говорит Надо Священником Быть Надо Священником Второй Епископ Третий Вам Надо Священником Тут Вениамин Кубанский И он Тоже В Москве Меня Захватил Вы Обязательно Доживы Рукоположенным Но Когда Я Рассказал Чем Я Занимаюсь Как Иду В тюрьму Как Свидетельство Действительно Многие Пути Были Бы Отрезаны Наверное Это Ваше Поприще И Мне Всегда Вспоминаются Слова Он Не Мой Герой Митрополит Сергий Старогородский И он Говорит Наступит Последнее Время Всеобщего Вступления И Бог И Среды Мирян Никакой Другой Харизмы Не обладающей Рукоположением Будет Выставлять По ревности Духа И церковь Начнет Исправляться Я считаю На меня Пало Тот жеребий Я его Засвитительствовал Пять тюрьм Позади Почти 26 лет Гонения От психиатрии Меня терзали Раздирали Накачивали Одно Боялся Чтобы разум Токонять Ну Было время Хрущевского Потребления Советской Птихиатрии Лагерь Смерть Там Выехи Нельзя было Но я вышел И я думаю Это все Для того Чтобы Бог Приблизился Более Ко мне Чтобы лишнее От меня Убрать Вот я занимался Многим 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 Занял Просто скажу еще Служил в морфлоте МФ Где буквы МФ Вот я писал Стихов У меня стихотворение По 9 купетов 3467 стихов 80 положено На музыку Я перестал писать Я издавался В печати Нигде не печатал Я издавал книги Писал Все перестал делать 4 проповеди Каждую неделю Говорю в храме Я отошел У меня МФ Осталось Молитвой Это Бог Я все подписал Завещание сделал Я отовсюду отошел Вы бы знали Как ты нам дороги Близки Мы каждый день Молимся Поминая имя Патриарха Епископа Максима У нас дня не было Чтобы мы не молились И не то что Накажи его Нет Господи Чтобы никто не оказался За дверями Царства небесного Ему так тяжело У него должны быть рядом люди Которые поддерживали его Которые Не шуты и были Как у Иоанна Грозного А прямо говорили По Слову Божию Он человек Которому мало времени Заниматься духовными делами Он нуждается В максимальном внимании С духовной стороны А сейчас бы сказали А ты пошел бы ему Я пошел бы к медведю В советнике Но не зовут Есть поговорка Бодливые коровы Бог рог не дает Я бы пришел к Максиму И здесь я каждый день Приходил Встречался Как сверхъектар Я сказал Сегодня мне на сердце Положено Чтобы вот это вот сделать А вот это Надо отодвинуть И не делать То есть Я в курсе делал Какие делаются Вепархии Отлучают Там каждый пятый Священнослужитель запрещенный И нам это не радостно А больно Ну я беру Из интернета А ну Дело вот Если уж так Немножко Не устарелые данные Дело в том Что из этих Обратить к Богу Это хорошо Сделало Что тебя Епископ Подстранил Тебе будет Время Заняться собой У католиков Каждый священник Каждый Две недели В году Должен быть В одиночной Ну назовем как это Каюта его Или там Келья И заняться своей душой Это очень полезно Я говорю Ты еще Бога Ермоленко Отец Павел Он у меня жил Ты еще Бога Будешь за Максима Знаешь как благодарить От какой беды Он тебя избавил От тебя не карасей кормить А людей на небо вывести Ну кто-то же должен Ну понятно Кто-то же должен Несмотря Несмотря на грехи Немощи И прочее Кто-то же должен стоять Правильно вы сказали Где святитель Иоанн Слатоуст Боялся Встать Принять священство Но тем не менее Он его принял И правильно его убедил Его друг Когда сказал Если ты не примешь То тоже понесешь Ответственность За то что Ты мог спасти Но не спаст Григорий Шезотворец Когда шел в собор Он говорит Сидите как гуси Друг друга Пихаете архиерея Встал и ушел То есть выходов много Как у патриарха Павла Принесли покаяние Как он Андрей Критский А кто знает Что Андрей Критский Подписал Анапеву Шестому и Семеновичему собору И он всю жизнь каверся И вот Мне Бог положил на сердце Что канон должен И трех частей Вторая часть его Благодарствия И третье словословие И мы каждый день Вот так умолимся Внести небольшой элемент В это То есть возвести Состояние оглашенного До ангела Три молитвы Это трех слоев Первая простительная Вторая благодарение И третья ангельский Словословие Ну да Мы это наверное Можем долго говорить То что вы сегодня говорили Вы значит это там Ну Обсудите Приглашение Которое я вам дал В силе приглашения Выискивать Как-то возможность Приехать И мы там можем Уже на природе Там где-то на берегу Пруда И побеседовать Просто можем Как говорится Без галстуков Ну понятно Значит Ну тем не менее Мне бы хотелось Вернуться к тому вопросу Который вот В начале Если подвести итог Если подвести итог Наших разговоров И вот Наступление Игнатия Тихоныча Вы Просто формально Мне сейчас нужно Вы не имеете Желания Сейчас Вот это Перейти В лодо Московской патриархии Пока нет Вот мне Все равно Нужен же Конкретно То что мы Вопрос задали Получили Нет Пока ответа От зарубежного Синода Не получили Нет Какие причины Не знаю Может быть Бывает так Что Он часто бывает На лечении В Австралии Может он Там еще Не переслали Ему пока Но пока нет И я Думаю Молимся Чтобы Господь Это как бы Усмотрел И настаивать На этом Или как-то сильно Это Думаю Не стоит делать И благоприятного Это не принесет Мы сейчас Мне хотелось бы Тоже поблагодарить Вас За То что Пришли Сегодня Несмотря на Все какие-то Сложности Или Такие Сложные вопросы Которые мы Для нас И для нас И для вас Наверное Которые обсуждаются Слава Богу Что эта встреча Состоялась В любом Случае Всегда Лучше Услышать И увидеть Глаза В глаза Нежели Чем Говорить Там За углом Друг о друге Что-то Или Или Нечто такое А потом Говорит Да нет Я этого не говорю Поэтому Мы благодарны В общем-то Вам И за Откровенность Вашу Но Относительно Наших Собственных Грехов И всего Того Что вы Говорили Ну что тут Скажешь И мы Немощные Вот Вы сказали Что Как бы Нет Смысла Или Вы Не согрешили Против нас Мы Не согрешили Против вас Я думаю Что Вот лично Сам Скажу Что Простите Все же Если Где-то Считаете Что Кого-то Из вас Либо Моя Позиция Либо Мое Мнение Отцов Я вот Наоборот И спрошу У вас Прощения Потому что Мы иногда Вольно Или невольно Наносим Друг Другу Раны И Иногда Мы И не желаем Этого И вроде бы В мыслях Не имели Но тем не менее Это происходит Человек Несовершен Я хотел спросить Вы что Считаете Встреча Эти Разве Бесполезна Нет Хорошо Дальше Продолжить Нет Относительно Встреч Относительно Встреч Но я думаю Что мы Действительно Продолжим У нас Тогда Следующее Это ближайшее Получается Тринадцатая Бог даст Живо Здраво Будем Постараемся Кто там Из нас Может О лжи О благовестии Мы только Начинаем Беседовать Здесь Горы Разгребать Придется Рукоположение Священников Семнадцатилетних На тридцатилетних Не раньше Шестой Вселенский Собольшин Собольшинство Правила Сложный вопрос Сложный вопрос Мы все равно Выполним Когда вы думаете Они выполним Ну слава Богу Слава Богу Что у нас Тут Многие Как бы Получилось Так Что даже Здесь Присутствующих Ну слава Богу Мы хоть Это Не через Нарушение Были Рукоположены После Тридцати Слава Богу Ну вот так что Вопрос Как бы Иначе бы Вот вы сами Приводите слова Священного Писания Вы говорите И там Господь Обращался И там обличал И там обличал И там исправлял Он поступал Как отец Он видел Когда ребенок Ошибался Да Где-то со строгостью Где-то С наказательной частью Но исправлял Поэтому И здесь Мне хотелось бы Все то же самое Сказать И обличая Нас Вот с вашей стороны Там звучащее Обличение Да это так И кто из нас Может Или Священник всегда Когда стоит И приносит жертву Он читает Эти молитвы Они в требования Они в служебнике Написаны Когда он Предстоит Пред престолом Не ради меня Там сказано Да И не помяни Господи Моих грехов Вот И Я приношу тебе Эту жертву Не потому что Я это выбрал А потому что Ты меня на это Поставил Господь поставил Вот Поэтому Ну а Нет пределов Личного совершенствования Хоть до святости Вот Исправления Вплоть до святости Вот Но святые говорили И искренне говорили О том что Я самый первый Грешник На земле И преподобный Серафим Саровский И преподобный Сергий Радонежский Говорил о том Что Я первый Грешник Вот Поэтому Наверное знали О чем Говорили Но они Это не предстоит Я грешник Как брешник Все медали Ну и грешник Остаюсь Грешник Назначает Я не должен быть грешник Смысл вот какой Благодатью я должен Безусловно Безусловно И уже взять На другое название Но они-то это жизнью Они-то это жизнью Они-то жизнью Это совершили Вот Поэтому Вы сами Нас дашьи вопросы По каким Мы могли бы встречаться Вот у меня милиция Приезжает за мной Выступать у них Но у нас сегодня Городского краевого Увода там Я не знаю Там зал такой огромный И у нас Сегодня тема Об экстремизме Пожалуйста Они приезжают У нас Тема сейчас такая Вот Недавно я сделал Тему Флаг Вы послушали Как отдел юстиции Сейчас еще хотят пригласить Флаг наш Вненациональный Вневременный Российский флаг Не было и не будет такого Это флаг Данный от Бога Флаг проповедь Раная полоса Красная Почему? Милиция у всех же на руках Видите Трехколы Никто не знает Я говорю Это Бог дал Во-прик никакого знака нет Красная Это кровь Вы согласны Что вся земля От коры до центра пропитана Мисхевич говорит Все согласны У сульман У буддейцев Все умирают Даже рождаются с кровью Согласны А дальше Синее небо меня так манит Синяя голубая полоса У священника была Вот вторая полоса То есть помышляете о горнем А не о земном Прямо Павел говорит Ну знаете это Знаем это О горнем должен помышлять Любой человек И третье Увидел я Великий белый престол Перед которым Все преклонилось Это проповедь Это особая мина Что у нас флаг Но его не знают И не объясняют никогда Одним флагом Я буду наполнять проповедь Всюду и везде Пожалуйста Давайте Прессионалистами Все это скажем Я же не буду говорить Патриарх плохой Там КГБшник А я Какой ЦРУши Мы будем говорить о том Что Сегодня мы должны встать Иначе нам конец Хапец как говорят Ну ладно Давайте Отцы тогда тоже Помолимся Ну Своими словами Можно Я предлагаю Все таки Начать как положено Молитва есть молитва И